еще раз здравствуйте дорогие друзья ну что скоро начало репортажа на радио посмотрим как он пройдет будет ли какие то вопросы может не будет это будет по skype в студию я не еду студия очень далеко примерно через пять минут в течение пяти минут меня будет вызывать и мы будем беседовать предполагая так что будет задаваться вопросы ну вот на этом будем отвечать в принципе уже завтра будет важные результаты опять же на валютном маркете на валютных рынках мировых да да я уже могу говорить да да дорогие друзья здравствуйте меня зовут майкл мелехов это единственная в чикаго русскоязычная биржевая академия трейдинга называется далтик маркет академии и мы сегодня поговорим в нашей программе о биржевых финансовых новостях то есть о мировых фондовых и валютных рынках а также рынке недвижимости ну давайте начнем по порядку во первых вчера была очень важная неделя важное в чем ну как мы знаем люди которые проживают в нашей территории о том что президент федеральной резервной системы нашего центрального банка дженет еллен выступала перед сенатом перед конгрессом сша точнее тест и файт называется это было двухдневное началось в среду вот такое сообщение о том где мы сегодня находимся каково наше экономическое положение в соединенных штатах и все то что с этим связано ну о чем идет речь во первых самое главное о чем может идти речь это по о повышении тарифной ставки о то что называется интерес рейд которая как мы знаем на протяжении семи с половиной лет находился почти на нулевой отметке это означает что крупные компании финансовые любые точнее компании могли одалживать у банков суды брать суды чуть ли не под нулевой процент то есть это те люди которые разбираются в этом может быть они знают это называется home equity line of credit home equity line of credit была на очень низком проценте от 2 до 2 с половиной процентов то время как моргич рейд был 6 половиной процентов ну и наконец-то это все сдвинулось с места интерес рейд стал повышаться то есть о чем и как это на нас может воздействовать на нас обычных людей то есть смотрите дело в том что если повышается интерес рейд и банды банды идут вверх это означает что интерес рейд идет вверх если интерес рейд идет вверх то как правило доллар идет вниз и вот надо сказать о том что доллар американский доллар индекс доллара точнее состоящий из 6 крупных валют мировых валют он продолжает идти вниз причем очень и очень серьезно уже ну практически полгода он идет вниз и вчера он достиг отметки точнее вчера почему вчера потому что биржа открывается мировая биржа открывается вечером воскресенье и так на сегодняшний день на сегодняшний вот данный момент у меня живые котировки сейчас я на маркете в течение 21 года нахожусь поэтому я за этим слежу очень серьезно и вот сейчас этот индекс доллара составляет девяносто четыре доллара девяносто три цента то есть практически в нуле он находится по сравнению с пятницей но это не предел он будет падать ниже по моим подсчетам он достигнет ну как минимум девяносто четыре семь десятых что это означает это означает что и это началось подъем очень серьезный со среды евро пошло вверх британский фунт пошел вверх ну и дженет еллен сказала о том что будет еще как минимум два раза повышаться в следующем году интерес рейд то есть моргичный рейд пойдет вверх поэтому дорогие друзья это на нас влияет и очень и очень серьезно если есть такая возможность перефинансируйтесь потому что будет он выше ну имеется ввиду арма джаста был рейд моргич имеется ввиду то что в ноябре следующего года по-другому будут банки предоставлять кредитные линии еще раз повторяю я в этом деле специалист поэтому пожалуйста если есть вопросы можете обращаться мой телефон 847 226 9956 далее если мы говорим про индексы эти индексы наши индексы американские издеки три главных индекса это dow jones industrial average это s&p 500 то есть 500 крупнейших корпораций соединенных штатов америки это именно показатели экономики соединенных штатов вышел на новые рекордные рубежи то есть за всю историю такого еще не было и в данном случае если говорить о фьючерсах индекс допустим s&p 500 достиг отметки 2460 ну примерно в этом районе и это не предел по техническим показателям он будет двигаться еще вперед и выше то есть не предвидится никаких падений как минимум дорогие друзья до середины августа поэтому те кто в этом могут участвовать хотят участвовать они могут продолжать покупать хотя мы уже слишком слишком over extended это называется мы слишком уже сильно вверх пошли то есть предусматриваясь предполагается все таки падение но безусловно будет но не сейчас индекс дау джонса также достиг рекордных отметок двадцать на тысяча шестьсот пятьдесят он был и это не предел в единственный который индекс который отстает это технологический индекс который был всегда впереди все время впереди в этом году он отстает и это 100 крупнейших технологических компаний составляющий индекс несдок несдок 100 ну это вот примерно вот такое положение если речь идет о индексах мировые индексы также побили все рекорды это индексы японский индекс это индекс корейский индекс это индекс китайский еще нет но почти ну немецкие дац тоже побили рекорды если говорить о как на нас это может влиять ну очень просто смотрите если евро идет вверх ну точнее доллар идет вниз евро идет вверх британский фунт идет вверх те люди которые едут в европу путешествовать соответственно образом они нам придется менять доллары на ту валюту соответственным образом по сравнению с прошлым годом она меняется но хочу сказать вот что мы предполагаем вести эти программы задавайте ваши вопросы дело в том что как бы низко не упал доллар он начнет подниматься причем серьезно подниматься и может быть не завтра может быть не через неделю но он будет подниматься и очень пойдет высоко очень высоко то есть это временно естественно подъем иностранной валюты американский доллар пока падает но это ни о чем не говорит ну для тех кто слушает наши программы на интернете и проживает на других территориях скажем в россии их интересует безусловно российский рубль российский рубль несмотря на падение американского доллара не идет по сравнению с ним выше то есть котировки русского российского точнее рубля остаются примерно на уровне 57 рублей там с копейками за один американский доллар а был 60 и только если россияне увидят о том что российский рубль стал точнее доллар стал на уровне 47 рублей это мои технические нормативы которые очень и очень объективные 47 рублей примерно 45 копеек это будет означать что наконец-то российский рубль будет выправляться выправляться и достигнет отметки 42 но пока говорится об этом рано что еще можно сказать значит нефть 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 пошла вверх на прошлой неделе по сравнению вот после выступления дженет еллен двухдневного а но вот сегодня 49 центов она находится ниже чем она была и на сегодняшний момент если говорить о нефти фьючерс крутойл за один баррел 46 долларов примерно 46 долларов а прогнозируется очень серьезное падение нефти не сейчас но она будет значительно ниже чем она была то есть на мой технический показатель уровень это 28 28 долларов за баррел 28 50 примерно но еще раз повторяю не скоро вот что поднялось и очень серьезно золото поднялось имеется ввиду индекс золота еще раз доллар идет вниз золото идет вверх это не прямая корреляция но тем не менее и вот золото поднялось на прошлой неделе и конкретно в среду поднялась аж на 15 долларов и сейчас и сегодня еще на 650 и на сегодняшний момент индекс доллара составляет фьючерсы составляет 1234 доллара за одну унцию напомню совсем недавно это было 1300 и было падение на 1000 на 1200 примерно 100 долларов было падение я могу прогнозировать о том что золото будет ниже ниже и будет ниже чем 1200 но вот там наступит момент когда его надо будет покупать имеется ввиду покупать золото ну как бы не ювелирное украшение хотя они тоже будут дорожать цене безусловно но это момент когда будет самая низкая цена в районе примерно 1180 уже можно начинать покупать значит и прогнозируется доллар будет идти значительно выше к 18 году он будет очень высоко мы будем вас дорогие друзья информировать ну вот на сегодняшний день это именно так что еще индекс реал эстейта это очень важный момент индекс реал эстейта или недвижимости был также наверху он стабильно и целенаправленно я бы сказал идет вверх с некоторыми вариациями с некоторыми падениями это во все века во все времена реал эстейт всегда привлекал внимание нам где-то надо жить были моменты когда он очень серьезно падал совсем недавно он упал и очень серьезно особенно во флориде он упал а значит могу сказать этот анализ технически это не анализ экономически и гораздо более он достоверный так вот как минимум до восемнадцатого года то есть вот в этом году и следующем году реал эстейт будет идти вверх поэтому дорогие друзья хотите краткосрочные вложения делайте покупайте продавайте вы выиграете примерно процентов от 8 до 12 процентов точно выиграете возможно больше не будет драматического падения до двадцать первого года до двадцать первого года но двадцать первом году ну есть так сказать показатели по которым можно прогнозировать это падение и про работа в этой индустрии реал эстейта почти 15 лет я так сказать знаю о чем я говорю и вот будет следующая волна которая пойдет вниз и она будет продолжаться тоже на протяжении где-то три-четыре года минимум ну пожалуй пожалуй все если есть какие то вопросы пожалуйста если нет вот пока на сегодня вот такая информация всего доброго до свидания дорогие друзья на этом наша программа как говорится заканчивается заканчивается в эфире на нашем интернет канале на нашем портале это было прямое включение в радио русскоязычное радио на одном из самых серьезных радио их у нас в чикаго три русскоязычных радио ну вот на двух я как бы выступаю и вот сегодня мне предоставили время там сколько там 12 минут наверно да вот о финансовых новостях если эта информация будет востребована интересно то полагаю мы продолжим такие трансляции но независимо от этого канал интернет портал центра сам гейтс это канал независимый и тут информация гораздо более ну по времени может быть гораздо более серьезная с иллюстрациями и так далее там только голос там только слышимости больше ничего поэтому спасибо всем кто слушал это не знаю насколько это было интересно продолжение передач с андреем бухариным но могу вам сказать о том что у нас есть какие-то наметки о том что мы будем вести такие программы с андреем это будет называться астро трейдинг трейдинг это ну понятно наверное да астро тоже понятно а это будет комбинация вот этого биржевого биржевого трейдинга с астрологическими аспектами когда и и куда короче говоря в каком направлении следующая встреча с андреем бухариным планируется на понедельник какого числа двадцать четвертого числа на понедельник двадцать четвертого числа если ничего не произойдет то она состоится и речь будет идти астрологически по детях о планировании рождении ну и так далее достаточно интересная тема и достаточно неоднозначная тема потому что бывает опять же очень много нюансов при рождении детей и ну есть много информации короче говоря не буду предвосхищать события и сегодня рассказывать сегодня у нас было достаточно много программ дорогие друзья хочу сказать это еще не объявлено вы первые кто нас слушает узнаете о том что завтра во вторник в 6 часов вечера по москве у нас состоится встреча с василина миски напоминаю понедельник сегодня время у нас два часа дня в москве 10 часов вечера всего доброго всем благ и спокойной ночи до новых встреч всего доброго